Ой-ой-ой, хорошую, хорошую, давай хорошую, 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 хорошую! И шар, на добавку! Уф! И всем привет, ребят, с вами Сэр Банк, я еще записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору того самого корпуса, который уже на протяжении трех недель подряд обновляют, перебалансивают и никак не могут привести в порядок. Сегодня мы поговорим о Оресе, поиграем на нем, посмотрим, как он себя покажет в нашем замечательном матчмейкинге, ну и разберемся, что же происходит с его овердрайвом, почему же он до сих пор является неактуальным, и может быть, может быть, что-то интересное у нас с ним сегодня получится. Поиграем мы сегодня на Гаусса Оресе, можно было бы, конечно, поиспользовать и Магнума, но с Магнумом я только-только записал видеоролик, который, я думаю, что уже вышел на канале, поэтому давайте попробуем Гаусса Орес, по режиму я бы хотел сыграть в осадочки, посмотреть на эту комбинацию там, ну и вообще, в целом, с Оресом, мне кажется, что Магнум, что Страйкер, что Гаусс, это вот те три пушки, которые довольно неплохо подходят к нему. Если бы еще бы овердрайв работал бы жестко, то, может быть, можно было бы делать суперконтентовые вещи. Берем лобкача к этому замечательному Оресу, ну и пикаем в осаду, надеемся на какую-то неплохую карту, и будем смотреть на этот корпус. Что касаемо его овердрайва, то вы помните, что был момент времени, когда я играл на Ореса в Вулкане, и он довольно круто себя показывал до еще всех этих обновлений с его овердрайвом, когда шарик был медленный, когда, например, в регби можно было ехать, пуская шар вперед, и вместе с шариком газовать, уничтожать всех противников и хилиться за счет него, после чего произошли изменения этого шарика, его начали ускорять, и с этим ускорением шарика его линии от шара перестали работать. И уже на протяжении трех недель, может быть, даже больше, подряд, когда у нас выходят обновления, постоянно обновляют овердрайв этого корпуса. И до сих пор эти линии не вернулись в прежнее состояние. То есть до сих пор, выпуская шарик, очень и очень часто урон просто не регает. Просто происходит какой-то баг, лаг, я не знаю, что там происходит, но урона нет. Либо его вообще нет, либо он на чуть-чуть зацепляет противника, либо вообще никак не цепляет. Чтобы с этого шарика вас уничтожило, такое тоже может произойти, но это должны все звезды сойтись, как говорится, чтобы у вас зарегал шарик, уничтожил противника, и где-то еще дал хп тиммейтам, дал хп вам, и сработал как нормальный, адекватный овердрайв. Поэтому я, честно, не могу понять, зачем было менять овердрайв ареса, если сейчас, после уже стольки изменений, якобы там уже цепочка работает чуть ли там не на 20 метров, там на 30 метров, и якобы она там должна уже цеплять все, что движется, а он вообще не цепляет, не работает, и эффективности никакой не несет. Да, то есть, по сути, корпус, ну, убит. Я бы сказал, он убит. Попробуем сейчас, конечно, его реализовать, посмотреть. Быть может, сейчас мое мнение кардинально изменится, и я после катки скажу, что вау, это супер-мега-крутой арес, да, но даже уже на этом обновленном аресе я сыграл одну катку, и ничего хорошего я в этом не видел. Нас уже на протяжении двух с половиной минут не бросают в матчмейкинговую катку, я не знаю, может быть, какой-то баг произошел, может, лагануло, может, что-то у нас в последнее время в матчмейкинге тоже происходят какие-то непонятные вещи, то, что ты пикаешь, например, группой, запикиваешь режим, 40 тысяч лет ждешь, тебя не кидает, потом идешь, обновляешься, и потом только тогда уже закидывает в катку, то есть какие-то тоже непонятные вещи у нас происходят с матчмейкинговым включением, какие-то новые ошибки появились, которые, ну, очень неприятные, очень неприятные, да, то есть когда ты ждешь по 3-4 минуты, тебя не забрасывают, потом ты просто обновляешься, и тебя сразу закидывают, ну, значит, это четкая проблема в сервере, в поиске карты, либо еще какой-то дополнительной ошибки, и просто тебя не закидывает в бой. В целом, по аресу, что я могу сказать, да, если его сравнить на данный период времени с Титаном и Мамонтом, Мамонт, ну, железно, жестче, а вот насчет Титана, Титан тоже претерпел небольшие изменения, и я не знаю, честно, да, то есть как можно адекватно говорить, стал он лучше или нет, Титан, ну, определенно, конечно, да, то, что теперь купол лечит по 100 хп, не сказать, что там это очень хорошо работает, эти 100 хпшки, да, но в целом какой-то есть дополнительный плюс, да, то есть уже плюс есть, и за счет этого плюса вы можете что-то дополнительное получать, это круто, это круто, но все равно я считаю, что Титан до сих пор не в мете, и, наверное, арес все-таки все равно будет поактуальней, чем Титанчик. Ну и нас закидывает на серпухов, Гаусс себя точно должен хорошо показывать, а вот овердрайв ареса, ну, сейчас увидим, сейчас увидим, что же он будет делать, сводочку красивую оформляем, по 3200 урончика, хорошо, еще добавочку, еще добавочку, Гауссик дает, хорошо, хорошо, еще сюда урончика, отлично, великолепно, захват точечки будет, наша задача, грамотно прожать овердрайв на аресе, поэтому, если сейчас у меня будет тайминг, ой, хорошая сводочка, то я сразу запущу этот шар, копится овердрайв, не сказать, что долго, по времени я, честно, не знаю, но, наверное, это примерно столько же, сколько копится овердрайв того же Крусейдера, и, может быть, даже Мамонта, этого времени вполне достаточно, чтобы поражать хороший овердрайв, если бы он только еще бы нормально регался, так, хорошую сводочку добавляем, у нас команда что-то как-то особо не двигается, катки, так, хорошо, и шар я не успел дать, киллов очень много, можно здесь дать, я бы, наверное, даже, может быть, Магнума здесь попробовал, если вдруг от Гаусса сейчас у нас возьмут резисты, противник хорошо кучкуется на точке, играют все вместе под захват, и как раз, когда противник играет так сильно под захват, у меня есть отличная возможность нанести большое количество дэмиджа, дэмидж это великолепная вещь, которая может мне сейчас здесь неплохо так поддать очков, но команда у нас, к сожалению, слабоватая, и мы уже улетаем, и улетаем довольно-таки сильно, будем сейчас пытаться, ой-ой-ой, я хотел сказать точку подхватывать, но и нас тут уже еще прессует твинс на дальность, офигеть, я понял, хорошо, 0-2, начало максимально печальное, но по командам я бы сказал, что здесь у противника тоже нет никакого серьезного такого состава, и у нас есть шанс вообще здесь на хороший урончик, прям на очень хороший тоже, я бы сказал, урончик, главное просто половить тайминг, и попробовать реализовать сосуличку, ой, не сосуличку, а шарик, так, с шариком теперь ехать можно, но не реагировать, ну просто не реагировать, просто вот мимо трех противников пролетел шар, и ни один противник не получил урона, ну как это работает, ну как, просто три противника раньше, эти бы все типы моментально уехали бы на рез, и я нанес урон только с самого, с самого шара, который взорвался, и все, и больше никак урон по противнику не нанес, ну и что я должен говорить по этому поводу, ну это полная габелла, как можно не пофиксить баг, с этим шаром, и не сделать так, чтобы он регал, как раньше урон, ну что это за ерунда, я уже, честно, максимально расстроен в этом корпусе, и уже вот происходит третье его обновление, и лишь только на третье обновление я записываю видос, потому что, ну вот, на постоянной основе обновляют, 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 обновляют арес, а толку от того, что его обновляют, нету, он все равно, как не работал нормально, так и не работает, и это, конечно, максимально печально, я в один период времени безумно любил поиграть на этом корпусе, особенно, когда еще с вулканом была мета суперская, и был тайминг, когда я очень сильно хотел, чтобы мне выпала на арес иммуночка от поджога, и у меня были безумные планы, вообще, в один момент даже я купить хотел, за там коины иммунку на арес, ну хорошо, меня там Миша отговорил, сказал, что особо смысла в этом нету, толку ее покупать, я по итогу ее не взял, ну и хорошо, что я ее не взял, потому что арес, как, ну, наверное, после того, как я хотел покупать, прошло, наверное, может, недели-две, и все, да, то есть, его мета ушла, его начали изменять, начали какие-то маневры с овердрайвами производить его, и все, давайте запускаем шар, найс, хп мне дало, хп тимейт удало, зацепить больше никого не зацепило, но здесь, наверное, не самый грамотный был и шарик, я просто кидал его, чтобы себе отхилить хп, но даже я думаю, что если бы там и противник стоял бы, все равно бы этот шар бы никого бы не зарегал, и никакого бы урона не нанес, так, ладно, что у нас по резам ангалса, два противника уже берут рез, байтим еще противников, чтобы они взяли резисты, и если еще резы будет, то возьмем потом магнума, благо мы менять пушку сегодня можем, потому что у нас главный акцент сегодняшнем видосе на корпусе, и можно будет попробовать здесь хорошее количество киллов добавить сверху, может быть что-нибудь получится, от магнума тоже два реза есть у противника, под куполом там очень хорошо кучкуется сейчас противничек, можно было бы попробовать отсюда хотя бы просто накинуть хорошую сардельку, ой, хорошо, ой, хорошо, добавить, добавить, добавить сардельку, хорошо, добавил, никого, правда, не уничтожил, но он добавит, добавил, магнум еще сверху добавляет, здесь конечно плохо, когда есть эмунки у противника, от эми, и там эмуночки сколько, две эмунки, по ощущениям я как будто кидаю все время в эмунку, сейчас еще статус эми, не так жестко работает, его тоже занерфили, поэтому его эффективность тоже такая, вот сейчас был бы у меня шарик, я бы хотел бы его дать бы, я бы очень сильно хотел бы его дать, и посмотреть, что бы я бы там нанес, но мне кажется, что я бы ничего там не нанес хорошего, сейчас давайте попробуем, накопить этот шар, и вдарить его, там противника шара летит, ну и вот видите, нормально реагает шарик, нормально, я просто стою, и мне никакого хп он не нанес, вообще абсолютно, абсолютно никакого урона мне шарик не нанес, и я спокойно смог выжить, вот сейчас я запущу свой шар, на тот подъем, и посмотрим, зарегает ли вообще кого-то, уничтожит ли этот шарик, потому что сейчас противник там точно кучковаться будет, я уверен, в этом на 100%, поэтому давайте попробуем, давайте сделаем прям такой, прям 100% мув, хорошо, одного зарегало туда его, второй там чуть откатился, и все, и шар уже не сработал, я понял, точка первая будет у нас на захвате, блин, ну если первая точка будет, то может и камбэк будет, блин, давай, давай, хорошо, точка есть, супер, камбэчная, камбэчную, камбэчную, гокамбэчную, 600 очков у нас уже есть, гаусс, конечно, в таких катках очень хорошо, может навалить, но одного я шарик уничтожил, то есть, по сути, сосуля, сосуля с, крусейдером, была бы актуальней, но единственное, тут только хп больше, лучше бы на аресе была бы сосуля, это был бы контент, если бы на аресе была бы сосулечка, она из диктатора, сдает овердрайв, гений, просто гений, так, давайте попробуем нанести урон, по типам, которые стоят, ай-яй-яй-яй-яй, ну это ужас, когда вот так вот ты даешь сводку, и в самом-самом конце она вдруг слетает, это, конечно, максимально обидно, ладно, всех уничтожили, 33 килла у нас уже есть, хорошо, добавляем, добавляем, и еще добавляем, супер, 34 килла, 6 минут до конца, я хотел, чтобы реза от галсов больше взяли, взяли бы они бы еще реза бы, я бы мог бы арту одеть, так как-то арту очень сильно не хочется брать, ой-ой-ой, хорошую, хорошую, давай хорошую, 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 и шар, на добавку, уф, офигеть, офигеть, почему сработал этот шар, кто заметил, правильно, кто заметил, красава, шар сработал, потому что выпустил противник тоже, такой же самый шар, если бы противник не выпустил бы шар, я бы никого не уничтожил, но это просто какая-то безумнейшая вещь, это вот, вот сейчас это была просто безумнейшая вещь, просто безумнейшая, офигеть, но, ну типа, ну, чтоб такой момент был, я не знаю, чтоб против был арест, и чтоб у вас залетел нереальный тайминг, но в этом моменте было очень жёстко, было прям безумно жёстко, это прям было безумно жёстко, всегда бы такая котлета бы залетала, это была бы бомба, ну, да, ещё бы это поработало бы на постоянной основе, а то, как работает оно сейчас, это тихий ужас, это просто тихий ужас, вот я хотел посмотреть, сколько бы я б киллов дал бы, если бы он просто бы летел бы этот, замечательный выстрел, но если, конечно, так реализовывать арест овердрайв, то это будет работать, это будет сто процентов работать, но много ли у вас возможностей такой реализации? Боюсь, что нет, боюсь, что нет, так, ладно, левая точка, у нас сейчас будет ещё, как минимум, один шарик, контентовый, будет неплохо, если бы мы его где-нибудь реализуем, так, даём хорошую, пичечку, добавочку, ещё добавочку, так, у этого, походу, имунка есть, вот этого имунки нету, так, и шар, вижу тайминг, полетел, но зарегай, зарегала, ещё, ещё зарегала, туда его, халявочка заехала, четверых, четверых просто с овердрайва, туда их, на тушёночку, туда их, блин, ну всегда бы так регала, всегда бы регала, была бы бомба, так, этого надо оттянуть чуть-чуть, чтобы наши, тиммейты точку захватили, ну захватите, офигеть, они не захватили, это ужас, это ужас, они не захватили, ну хороший был овердрайв, хороший, сработал, ой, хорошо, добавочка, вкусняцкая добавочка, так, ещё сводочку, ещё сводочку, хорошо, точка будет забираться у нас сегодня, или как, точка будет сегодня, надо забираться, мне здесь, наш тиммейт, со мной поздоровался, только я вот не вижу, где он на точках, я его вообще не вижу, его вообще на карте даже нету, помог бы ту каточку выиграть, было бы очень неплохо, было бы бомбически, а где он, ооо, на вас по, на вас по страйкере, найс он помогает, конечно, это помощничек, вот это я понимаю, помощничек, две минутки до конца, всё добавить, хорошо, чуть-чуть на расстоянии с лодочку, хорошо, пойдёт птичка, пойдёт, то есть корпус сам по себе, он очень интересный, он прям безумно крутой, мне нравится, что есть такой тяжёлый, летающий корпус, у которого большое количество хп, он может выживать, в очень большом количестве ситуаций, но, но, пакт того, пакт того, что у вас есть шар, который не регает урон, ну, мне безумно не нравится, да, окей, он может дать вам хп, он может в тайминг залечить ваших тиммейтов, но, если его линии не работают, если его линии не дают вам хп, то это полная шляпа, полная шляпа, я уверен, что это можно пофиксить, и можно сделать так, чтобы этот овердрайв работал так, как он работал раньше, потому что сам корпус, сам корпус, он очень удобный, мобильный, и вот с такими пушками, как Гаусс, как Магнум новый обновлённый, он будет давать свои плоды, он будет давать очень хороший бабловый плюс, 100%, он будет прям реально баблить, но, с нестабильным овердрайвом, который может просто не сработать, это, конечно, грустно, но в рамках этой катки, даже с теми неудачными попытками, очень неплохо залетел, вот тот овердрайв, когда я прожал, когда противник вжал овер, это вообще что-то нечто, я аж офигел, я аж офигел, что такое с аресом сейчас можно сделать, это было круто, это было прям супер круто, бомбочку поставь, чтобы купол уйти, ну давай, ну бомбочку куда-нибудь воткни, можно было и туда сверху бомбочку воткнуть, точку заберём, успеем, вот не успеем, противник просто держит точку, лучше было бомбу ставить в купол, и нижнего типа просто сливать, мы бы точку захватили, но по очкам очень неплохо, 4000 кристаллов я получил, 60 килов, 60 мать его килов на ареса гауссе, достойно, очень достойно, очень достойно, я надеюсь на то, что ареса овер пофиксят, и сделают так, чтобы он работал адекватно, чтобы он регал урон, и тогда с этим корпусом, можно будет в осаде творить безумные вещи крутые, да, то есть у вас есть большое количество хп, у вас есть овердрайв, который уничтожает противника, плюс лечит союзников, ну и просто используйте пушку со сплэш урона, гаусс, магнум, страйкер, и тушите противника, это будет максимально эффективно, и максимально круто, пока что сказать, что у нас есть идеальный арес, я к сожалению не могу, но это уже лучше, уже лучше, чем было пару недель назад, пару недель назад, шар вообще не регал, сейчас где-то хотя бы моментами что-то регает, ну и если шар в шар давать, такой контент, я давно не видел, что можно такой контент вообще в принципе выдать, пишите что вы думаете по поводу этого ареса, играете вы на нем, тестили ли вы его, согласны ли вы с моей точкой зрения, что этот баг надо пофиксить, и сделать из ареса сосочку, которая будет работать супер круто и эффективно, поддерживайте видео, ролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте, мой личный тег это тег TeamP, устанавливайте его, поддерживайте меня, и если вы оформляете покупочку в магазинчике за реальные деньги, то у вас есть еще возможность поучаствовать в розыгрыше на миллион кристаллов, и на 20 тысяч там коинов, вся информация есть в описании, поэтому переходите, участвуйте, регистрируйтесь, и выигрывайте хорошие контентовые призы, у меня друзья на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока,